физкульт привет друзья сегодня я начинаю тренировать эбигл вы уже видели эту девочку в прошлом видео моем я показывал как она тренировалась какой она форме рассказывал о ней мы договорились с ней я подготовлю ее к соревнованиям по бикини которые пройдут во флориде в орландо ежегодные соревнования серьезные соревнования и у нас есть три полных месяца чтобы сделать это у нее хорошая форма практически нет жира хорошо развит вверх но ей не хватает голени и не хватает бицепса бедра моя задача подготовить ее подвести хорошо к этим соревнованиям я буду снимать тренировки вы будете видеть прогресс скажу вам что на данный момент когда я делаю озвучку этому видео мы уже месяц не позанимались у нее хорошие результаты но сегодня вы увидите первую тренировку как мы будем с ней работать сейчас вы видите грибной тренажер концепт называется им пользуются кроссфитеры и не зря это самый лучший тренажер кардиотренажер если можно так сказать но мало кто знает данный тренажер является и дает нагрузку как аэробного характера так и анаэробного больше таких тренажеров нет в плане подготовки к тренировке в плане разминки и вообще в плане кардио тренировки особенно интервального характера вы знаете что я против классического кардио мы будем как раз таки делать это упражнение разминаться именно на этом тренажере вы знаете что в моих тренировках всегда входят в общую разминку экстензии для спины эбигал делает их неправильно как и большинство вы видели она слишком сильно изгибается вверх а этого делать не нужно корпус нужно поднимать только до уровня параллели с ногами иначе вы можете навредить себе навредить своему позвоночнику межпозвоночным диском что может очень негативно сказаться во время таких упражнений как становая тяга или приседания вы можете получить травму обязательно всегда тщательно подгоняйте под себя тренажеры они сейчас оснащены различными уровнями подгонки под себя регулировки и вы можете подобрать конкретно идеально под себя в идеале вы должны лежать как бы паховой областью на мягком на мягкой части тренажера и спокойно нагибаться вниз не забывайте что экстензии для спины а вот сейчас то что вы видите на своих экранах это называется экстензии спины но не гиперэкстензии вы знаете что такое гиперэкстензии кто следит за моими роликами у меня есть много видео и конкретно рассказывающих о том что такое экстензия что такое гиперэкстензия это нужно понимать четко понимать и выполнять оба И не забывать, что в экстензиях спины у нас есть как минимум два варианта выполнения. Когда мы делаем наклоны и у нас работает спина, работают ягодичные мышцы, работают бицепсы бедер. И когда мы делаем скручивание. Это когда ягодичные мышцы, бицепсы бедер работают в статике, а внутренние мышцы спины, которые очень сложно достать, как раз таки работают в динамическом режиме. Советую делать оба этих варианта. Это скажется на вашем здоровье, на ваших результатах. Повторюсь, экстензии спины входят в общую разминку. А гиперэкстензии лично я и все мои ученики делают перед приседаниями, то есть в тренировку ног. Экстензии я делаю в тренинг спины. Вы знаете также, что есть упражнение экстензии спины с одновременными отведениями гантелей в сторону. Это можно назвать базовым упражнением, отличнейшее упражнение для тех, кто хочет тренировать свои дельты, плечи отдельным днем. Почему? Многие из вас уже знают почему. Потому что если вы тренируетесь без фармакологии, а я думаю, что зрители моего канала, большинство таких, то нам и вам просто необходимо первым упражнением, чтобы шло базовое упражнение, гормоновыбрасывающее упражнение. Не важно, как вы это назовете, но в натуральном тренинге это основа. Если вы не будете придерживаться этого, то ваши тренировки будут совершенно бесполезны. Обратите внимание особенно на это девчонки. Мало кто понимает, когда ваш тренер дает вам тренинг на дельты или на руки отдельным днем. Если вы хотите, к примеру, увеличить мышечную массу, то это будет практически бесполезно. Но не забывайте, что и для жиросжигания нужны гормоны, а с помощью крови мы направляем их в нужное нам место. Гормоны идут только в работающую ткань. То есть мышца должна работать. Для начала нам необходимо сделать выброс гормонов с помощью специальных упражнений. А потом с помощью изоляции можно загонять их куда угодно путем пампинга. Хоть в ягодицы, хоть в дельты, хоть в грудные мышцы. О грудных мышцах я скажу в отдельном видео, потому что многие девчонки выполняют кучу ненужных упражнений. И особенно это смешно, когда инструктора дают чуть ли не отдельным днем для девочек тренинг грудных мышц. Им это просто-напросто вам, девчонки, не нужно. В экстензиях спины нужно работать с различными весами в различном количестве повторений. Чередуя от тренировки к тренировке. Эвигейл не делала становые тяги. Но скажу вам заранее, я сниму видео об этом, о технике становой тяги. Она практически сразу поняла, включилась. А я уже за годы работы убедился, что это очень сложно. И практически с первых тренировок мы начали выполнять и становую, и приседы практически в идеальной технике. Вот вы сейчас видите, я объясняю ей, что перед тем, как делать становую, нужно подойти вплотную к штанге, чтобы между ногами и грифом не было ни сантиметра, ни миллиметра. Нужно стараться не поднимать штангу, а представить, что гриф приварен к полу, и вы, напрягая ноги, хотите проломить пол. Тогда техника будет получаться легче. Вам будет легче выполнять движение. Ни в коем случае не нужно наклонять голову, шея должна быть ровной, как бы продолжением позвоночника. Я знаю, многие инструктора советуют запрокидывать голову, но это неправильно. Я собираюсь тоже в ближайшее время выпустить выпуск, видео, где буду рассказывать обо всех этих нюансах становой тяги. Но и сегодня не могу не затронуть такие важные моменты. Как класть штангу нужно тоже с прямой спиной. Это очень-очень важно. Обратите внимание, что вы во время выполнения, когда берете штангу с пола, в основном всегда следите за техникой, за тем, чтобы была ваша спинка ровной. Но многие кидают штангу после окончания упражнения, как бабушки. То есть спинка круглится, а вы всегда должны быть, как девочки из журнала Playboy. Ваша спинка всегда должна быть ровной. Что такое ровная спина? Ровная спина – это когда вы сохраняете все свои естественные изгибы и прогибы позвоночника. Тогда он служит как рессора, то есть снижает нагрузку на диски, работает именно так, как и должен работать. Если вы будете чрезмерно изгибаться в поясничном отделе, либо в каком-либо другом, вы получите травму однозначно. Поэтому старайтесь всегда следить за техникой. Именно поэтому я рекомендую всегда делать экстензии, гиперэкстензии, потому что они наполняют нашу спину, наши мышцы кровью. И в таких упражнениях, как становая тяга, приседания, вам становится легче держать спинку ровной. Хотя поначалу будет казаться, что спина болит, устает, но не переживайте, на самом деле, это просто мышцы не привыкли еще к работе, и все будет хорошо. И многие девчонки еще путают становую тягу с румынской тягой. Ну, какой-то идиот ее еще назвал тягой на прямых ногах. Никогда не выполняйте румынскую тягу с полностью выпрямленными коленями. Потому что это чревато травмой. Да это и не нужно для того, чтобы почувствовать растяжение. В следующую тренировку, когда мы будем тренировать ноги, я покажу и расскажу об этом более подробно. Также не советую касаться блинами пола. Почему? Потому что когда будет вес приличным, тяжелым, вы будете создавать вибрацию, которая будет, естественно, через руки, по телу идти в спину. И позвоночник будет испытывать перегрузки. Если вам тяжело, вы работаете действительно с серьезными весами, то можно класть штангу обратно на пол и каждое новое повторение выполнять действительно как новое. Либо останавливаться до того момента, когда блины коснутся пола. Также не стоит выпрямляться полностью, а тем более отклоняться назад. Никому, кроме тех, кто занимается пауэрлифтингом. Им это просто необходимо, потому что не засчитают повтор на соревнованиях. Нам же, тем, кто работает над своим телом, над своей фигурой, этого делать не нужно. Никогда. Это противопоказано. Почему? Во-первых, мы снимаем нагрузку с работающих мышц, а нам это не нужно. Но, во-вторых, что самое главное и опасное, мы переносим ее на суставы, на позвоночник, на межпозвоночные диски. А вы понимаете, что это тоже чревато травмой. Поэтому, все мои ученики, и я лично стараюсь останавливаться до того момента, как тело выпрямится в линию. И мой вес, штанги всегда на мышцах. Также не рекомендую дергать штангу с пола. Потому что, когда вес опять-таки будет серьезным, вы не сможете таким образом поднять штангу. Что нужно делать? Вы подходите к штанге вплотную, как я уже говорил. Беретесь за гриф руками. Опускаете таз вниз, отводя его одновременно назад. Ни в коем случае не уводите колени вперед. И, хотя движение и должно быть взрывным, выполняется оно следующим образом. Вы, как аккумулятор, как пружина, накапливаете энергию. И произойдет момент, когда штанга оторвется от пола. Вот так и нужно работать. Ни в коем случае не дергая. Движение взрывное, да, но аккумулятивное. То есть, взрыв энергии должен произойти постепенно. Хотя это и происходит за считанные секунды. Обязательно пользуйтесь замками и следите за тем, чтобы блины не болтались на штанге. Это тоже очень важно. Это техника безопасности. В первую очередь для вас. А на приседаниях и на жиме лежа, и для тех, кто тренируется с вами рядом в тренажерном зале. Ведь можно зашибить человека и не слабо. Можно разбить зеркало. Да что угодно. Но в первую очередь, конечно, это мы думаем о сохранении здоровья. Своего и тех людей, кто тренируется с нами в зале. Всегда пользуйтесь замками. Это гарантия безопасности. Не забывайте дышать. Также держать спину ровной поможет вдох перед тем, как вы хотите начать выполнять упражнение. Дышать нужно животом, чтобы шар воздуха опустился вниз. И он как бы будет давить на диафрагму. И это будет помогать вам удерживать спинку ровной. Ни в коем случае не слушайте тех, кто говорит, что от становой тяги и от приседаний у вас может вырасти талия. Это полная чушь. Талия растет только тогда, когда вы много жрете. И жрете всякую ерунду. Если вы нормально питаетесь, хорошо тренируетесь, следите за техникой, никогда у вас не вырастет талия от этих упражнений. У мужчин вообще талия начинает расти в приседаниях, когда они работают за 220 кг на 10 раз. Но таких парней мало. А пользуясь поясами тяжелоатлетическими, вы только вредите себе, потому что не даете тренировку мышцам кора. А мышцы кора, это самое главное у нас, это поддерживающие мышцы всего нашего организма. Это и мышцы поясничного отдела, это и косые мышцы живота, и абдоминальные мышцы пресса, и много других внутренних мышц. Так вот, атлетический пояс это все снимает. И запомните, многие думают, что тяжелоатлетический пояс это гарантия того, что вы не травмируетесь. Поверьте мне, это полная чушь. Конечно, он помогает больше психологически, но я советую, что делаю сам для психологии, для тех, кто не может без пояса. Пользуйтесь матерчатыми поясами. Для чего это нужно? Во-первых, во многих залах сейчас работают кондиционеры, бывают сквозняки. Матерчатый пояс не снимает нагрузки с мышц кора, но сохраняет тепло в пояснице. А это всегда хорошо. Мы попытались поработать с Эбигелл на сгибании одной ногой, но так как она очень маленькая девочка, ее габариты не подходят под стандартные, и мы решили все-таки не работать на этом тренажере. Попытаемся обойтись без него. Как вы видите, девушка очень стройная. Видео, к сожалению, не передает. У нее очень хорошо развит верх тела, мышцы видны. При всем при этом она не была никогда такой худой. Это она похудела за три года. Ей на днях исполнилось 23 года. Я уверен, что я выведу ее на очень высокий уровень. Она будет в бикини в скором времени диктовать моду. У нее огромнейшие перспективы. Не хочу хвастаться, но одной девочкой я работал по интернету, которую я в жизни никогда не видел. Так вот, за год я ее подготовил. Она выступила на соревнованиях в Москве по бикини. И с первого раза, сходу, без протежея, без знакомств, без ничего, попала в десятку, то есть заняла десятое место. Это, кто понимает, шикарный результат. Потому что вы знаете, сколько много девушек приходит на эти соревнования. Посмотрим, что покажем мы с Эрегил, потому что на Европу приходит где-то около 300 девочек выступать. А это соревнования очень серьезные. Они аккредитованы IFBB. И на этих соревнованиях можно очень хорошо себя заявить. представители, спонсоры, все там есть. Представители журналов, самого лучшего журнала Muscular Development в Америке, FLEX, все здесь присутствует. Если вас заметят, особенно если вы житель штатов, это для вас очень-очень серьезный шаг. Данный тренажер имеет большей степени регулировки, и мы можем им пользоваться. Советую прислушаться к следующей рекомендации, которая может уберечь ваши коленки. Ваши колени должны быть как можно ближе к лежаку тренажера, то есть не лежать, не висеть далеко. У Эбигел чуть-чуть дальше получается, но мы пытаемся сократить это расстояние, просто за счет того, что она маленькая ростом. Но запомните, что упражнения на ноги, такие как сгибание и разгибание, являются одними из самых травмоопасных для коленных суставов. Для многих это будет фантастикой, но да, приседать, делать становые тяги, жимы ногами гораздо безопаснее. Объясню почему. Все очень просто. Наш организм устроен так, что вся наша нагрузка, которая происходит, происходит, когда стопа имеет опору, то есть когда мы давим на что-то стопой. В природе мы не делаем таких движений, упражнений, когда наши мышцы ног работают, а стопы висят в воздухе. Это вот уже мы от безделия придумали такие тренажеры и мучаем себя на них. Поэтому для коленного сустава это противоестественно. Неестественно. И нужно быть очень-очень осторожными. Я не рекомендую делать эти упражнения номером один. Во-первых, потому что они не базовые. Во-вторых, потому что коленки нужно хорошо разогреть, подготовить уже к работе в тренажерах. А вы помните, что многие инструктора, чуть ли не 100%, когда вы приходите в зал, несут полную ересь, что сначала нам нужно поработать на тренажерах, а потом идти учиться работать со свободными весами. Друзья мои, это полный дебилизм, говорящий о том, что инструктор полный ноль. Обоснования этому более серьезные, более подробные я даю в своих статьях. И одно видео уже есть. Называется «Факфитнес». Советую вам с ними ознакомиться. Девчонки, кто не может подтягиваться, вот вам альтернатива. Если у вас нет гравитрона, используйте ремни, либо вот такие приспособления. На самом деле, можно это все сделать самостоятельно. Любые ручки от кроссовера. Купили веревку. Мужа попросили или парня, чтобы он сделал на них замочки. И работаете полный вперед. Нагрузка хорошая. Вы помните, да, что что-то подобное девочки делали на уроках физкультуры. Эбигелл может подтянуться 3-5 раз самостоятельно. Но сегодня мы поработали. Сегодня тренировочка такая, все равно въезжающая. И лучше поработать на 12-15 повторений. Кстати, и вот вы видите на заднем плане, я попросил одну из лучших девушек, выступающих девушек, готовящих многих к соревнованиям. Как по бодибилдингу, так и по фитнесу. А также она тренирует девушек, выступающих по боям без правил UFCF. Я учусь на 12-ометре, и я учусь на 12-ометре, также на WBFF-про. Я учусь на тренировку по повышению на повышении Гим. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Only got power strength, baby! И она будет на Сэбигл учить позированию, потому что я не смогу с нуля научить девушку позированию в бикини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, думаю, вы понимаете, почему. Ну, Джанет вообще супер инструктор, она тренируется сама, при этом у нее шикарная генетика, и если многие не верят в локальное жирожигание, она доказывает обратное, потому что, когда она не соревнуется, у нее низ тела, ноги набирают прилично, увеличиваются чуть ли не в два раза. Но при этом ее живот всегда идеален, всегда видны все 8 кубиков. Об этом нужно будет сделать отдельную статью, отдельный ролик, потому что вы знаете, что жир может накапливаться локально. И кто бы что ни говорил, жир можно и нужно пережигать локально также. Тем более, что профессор Виктор Силуянов доказал это исследованиями уже лет 15, наверное, как. Многие футболисты, кстати, тоже это подтверждают, которые постоянно, ежедневно тренируют пресс, тренируют до полного сжения, изнеможения, плюс еще 10-12 повторений. Если вы будете это делать каждое утро без дополнительного отягощения, плюс вакуум, через полгода вас никто не узнает, и вы сами не узнаете свой пресс. Попробуйте. Конечно, если соблюдать определенные правила в питании. Советую и рекомендую всем движения, которые вы видите сейчас. Это движение показывает, насколько сильны ваши бицепсы бедер. Шикарнейшее упражнение. Ребята, которые много приседают, я видел, выполняют его с блином 25 кг в руках и делают его в очень хорошей амплитуде. Эбигел делает его первый раз, поэтому, конечно, ей очень сложно, тем более вы видите, насколько у нее отстает бицепс ведра. Сейчас я попрошу Джанет, чтобы она нам показала, как делать это упражнение, насколько оно полезно и насколько оно эффективно. Если у вас нет инструктора, нет напарника, кто может вам помочь, кто может вас удерживать, это движение можно делать в тренажере для тяги вертикальной. Поворачивайтесь к тренажеру спиной, в валики, пятки под валики, коленки на сидушку и работаете. Единственное, следите, особенно когда начнете делать это первый раз, чтобы не упасть, потому что действительно упражнение крайне сложное, очень сложное. Но такое же и эффективное. Вы получите шикарный результат. Через месяц-два вы поразитесь, насколько сильнее вы стали в приседаниях. Настоятельно рекомендую всем выполнять это упражнение. О позировании мы отрабатываем позирование после тренировки, после каждой тренировки. И Эбигл самостоятельно утром и вечером дома отрабатывает позирование. Позирование очень важная часть соревновательной деятельности, и это должно идти как тренировка. Попробуйте попозировать минут 5-10. Вы поймете, что это сложнее любой кардиотренировки. Пот будет течь ручьями, вы будете крайне сильно уставать. А бикини еще усложняется и тем, что нужно ставить позиции, но при этом нельзя напрягаться. Вы не должны производить впечатление зрительно, как в бодибилдинге или в бодифитнесе, что вы напряжены. Должна быть легкость, при этом вы должны быть спортивной, при этом вы должны летать. Бикини, конечно, очень сложный спорт. Я смотрю, что сейчас происходит, особенно в русском бикини, кто выигрывает, становится, честно говоря, просто смешно. И если многие думают, что нельзя приобрести хорошую спортивную форму без применения анаболических стероидов в бикини, то вы ошибаетесь. Просто нужно потратить, конечно, больше времени, грамотно проводить тренировки. Мы с Эбигл тренируемся день через два. То есть день тренировки, два дня отдыха. Тренировки тяжелые, массонаборные, поэтому нам нужно время на отдых. А если, и я знаю, что многие девчонки тренируются, да и парни, по пять-шесть раз в неделю, вы перегружаете все свои ресурсы организма. Просто не забывайте, что помимо мышц у нас есть еще сухожильно-связочный аппарат, у нас есть центральная нервная система, от которой, кстати, зависит эффективность. А перегрузить центральную нервную систему очень легко. Если вы ее перегрузите, утомите, то просто-напросто не будете получать никакого эффекта от своих тренировок. Сделаем сегодня с Эбигл еще одно упражнение. Это жим ногами с высокой постановкой ног. Носочки в стороны. Для чего нужно разводить носки в стороны, особенно девчонкам? Потому что именно при таком положении легко напрягать ягодичные мышцы. Даже сами попробуйте. Просто встаньте, не приседая, и разведите носки в стороны. Вы почувствуете, как напряглись ваши ягодичные мышцы. Что здесь важно? Здесь важно, как и в приседаниях, не распрямлять ноги полностью. Опускать вес нужно как можно ниже. Но помните, ни ваши ягодичные мышцы, грубо говоря, ваша попка, ни поясница, не должны отрываться от сидения тренажера. Именно это может быть причиной травмы. А многие выполняют это упражнение с травмой поясницы, при грыжах, при протрузиях. Но я смотрю на технику и становится страшнее страшно. Потому что было бы безопаснее приседать со штангой. Ни в коем случае не отрывайте поясницу и ягодичные мышцы от сидения тренажера. И желательно, чтобы голова тоже лежала на сидушке, на лежаке. Тогда вы будете уверены, что не перегрузите шейный отдел позвоночника. Что ваша шея является прямым продолжением спины. Девчонки, обязательно пишите комментарии. В комментариях пишите вопросы, темы, какие бы вы хотели услышать, увидеть. Чтобы я вам рассказал, показал. От этого наш канал станет только лучше. И я буду знать, что вас конкретно интересует. Ведь моя задача учить вас и рассказать вам о правильной технике, о тренировках для сохранения здоровья. А здоровья в первую очередь всегда для нас, какую бы цель мы высокую не ставили. Но и сам канал будет лучше, и вам будет интереснее за ним следить. И будете мне чаще говорить спасибо. Старайтесь отдыхать от минуты до двух. Особенно в тяжелые подходы. Не забывайте также о том, что давить платформу нужно пятками. Носки могут быть даже немножечко расслаблены, приподняты. Но давим пятками. Если вы будете переносить вес на оборот на носки, это перенесет, во-первых, нагрузку на квадрицепсы, а нам это не нужно. Но, во-вторых, это опасно, травмоопасно для коленных суставов. Не забывайте о необходимости разминки и заминки. А также обращайте внимание на то, что если вы тренируете какую-то группу мышц, к примеру, ноги, тремя-четырьмя упражнениями подряд, то разминка нужна только в первом упражнении. Хорошая специальная разминка. В следующих упражнениях разминка не нужна. Единственное, что вы можете сделать, прикидочные подходы. Просто, чтобы прочувствовать само движение. Не тратьте больше времени на разминку. Ну и советую всем посмотреть, что такое специальная разминка. Мое видео, потому что многие не понимают и на разминке уже работают, превращая разминку в работу. А это и опасно, и контрпродуктивно. В разминке вы должны размяться, подвести себя плавно к первому рабочему подходу с серьезным весом. Если вы подойдете уже утомленным, с утомленными мышцами, то вы не сможете показать тот результат, который могли бы с тем весом на то количество повторений. И, естественно, вы обкрадываете себя, результат тоже будет меньшим. Обращайте на вот эти нюансы особое внимание. Как раз-таки, такие маленькие нюансы и составляют, являются составляющей успеха. Не забывайте о необходимости растяжки после тренировки. После тренировки растяжка должна быть легкой, дозированной. Ни в коем случае не делаем серьезную растяжку, да и вообще никакую растяжку, между подходами, между упражнениями. И желательно не делать растяжку перед тренировкой. Об этом тоже у меня есть и видео, и статья. Советую ознакомиться, чтобы понимать почему. Время для хорошей, мощной, полноценной растяжки всего тела – это каждый вечер перед сном. Особенно будет прекрасно, если вы гуляете минут 20-30 перед сном, а потом растягиваетесь. Мышцы будут благодарны. И вы просто будете гарантированно избегать обходить травмы стороной, как подводные камни, когда хороший лоцман знает, где есть какая опасность, обводя лодку мимо этих опасных зон. Будьте внимательны к своему здоровью, потому что кроме вас никто о нем не позаботится. Растяжка очень важна, потому что от силовой нагрузки мышцы укорачиваются. И если их не растягивать, они со временем не возвращаются уже в исходное состояние. И на тренировке, или даже в быту, любая привычная нагрузка может привести к серьезной травме, к микроразрывам, а может быть даже и отрыву мышцы от кости, что будет очень и очень болезненно.